Атерауские зоологи недовольны размером получаемой заработной платы. Кроме того, они работают в здании, которое полностью устарело. Специалисты, которые каждый сезон охотятся на степных грузунов, чтобы потом заняться их исследованиями, обратились с заявлением в редакцию телеканала Атерау. Наша съемочная группа побывала в противочумной станции. В городской противочумной станции с 80-летней историей работают около 300 сотрудников. Из них только 21 человек – зоологи. Каждый сезон они собирают грузунов со всех уголков области и доставляют их в лабораторию. Здесь изучается динамика роста животных, паразиты, обитающие на них, разные виды микробов и бактерий внутри их организма. Персонал находится в зоне повышенной опасности для здоровья. Но, по словам сотрудников, размер зарплаты не оправдывает их труд. Поэтому они просят увеличить сумму заработной платы. В 2009 году, в соответствии с приказом номер 661 министра здравоохранения от 6 ноября, мы были исключены из категории медицинских специалистов. В связи с этим снизилась наша заработная плата. Даже специалисты среднего звена, то есть лаборанты, получают больше, чем мы, потому что они защищают квалификационные категории. Мы просим министерства, правительства, президента повысить нашу зарплату. Всего в стране действует 9 станций по борьбе с особо тяжелыми заболеваниями. Все они относятся к Национально-научному центру особо опасных инфекций имени Мазгута Якимбаева, расположенного в Алма-Аты. Мы обратились к генеральному директору учреждения. Тухтасен Ярубаев дал нам письменный ответ. Противочумная станция в городе Атырау присоединилась к Национальному научному центру особо опасных инфекций имени Якимбаева в октябре 2019 года. Предприятие выплачивало всем работникам, не имеющим медицинского образования, в том числе специалистам от Раусского филиала, стимулирующую надбавку из собственных, то есть вне бюджетных средств. У этих специалистов высшее и среднее специальное образование, но не медицинское. Приказ, утвержденный Министерством здравоохранения, предусмотрен только для специалистов с медицинским образованием. Это и есть та причина, по которой начисляется разная зарплата. В настоящее время отраслевой профсоюз работает по вопросу повышения размера оплаты труда этих работников. В наше непростое время, когда в стране идет эпидемия, растут цены на продукты питания, нет возможности для получения дополнительного дохода, биологи вынуждены жить на зарплату от 80 до 100 тысяч тенге. Отметим, что в истории человечества зафиксированы три пандемии чумы. От одной только из них погибло более 100 миллионов человек. По словам исследователей, 41% территории Республики Казахстан является природным очагом инфекционных заболеваний. Поэтому очень важно уделять достаточное внимание деятельности специалистов-биологов и поддержать их. Комбат Дайр Казахстан был Гумара Жанна Сагнышко за телеканал Атырау.